Книжка, которой мы занимаемся, она будет интересна широкому кругу читать, если там сейчас есть принцип от 12 плюс до 80 и так далее. Это принципиальный момент. Важный момент для тех, кто занимается в киношколах, кто интересуется кинематографом и как бы с чего начинается кинематограф в принципе, потому что запустить кинопроизводство надо, отталкиваясь от чего-то, а для этого нужен сценарий. А сценарий должен быть написан, и тут два варианта. Или это сценарий на основании литературного произведения, повести, роман и так далее. Или же это оригинальный сценарий, написанный в определенном формате. То есть сейчас приемлемый так называемый американо-голливудский формат, при этом у нас всегда была киноповесть. И в принципе все равно драматургия как пьеса существовали, ну так скажем, вечно. Соответственно на основании эпизодов, на основании сцен снимается кино. Поэтому человек, который интересуется более глубинно, не поверхностно так, а более глубинно, соответственно, ему будет любопытно и поинтересоваться, во-первых. Во-вторых, понимать, что если он этим занимается и хочет заниматься, вот куда можно стремиться. И если предполагать, что кино может быть не снято, то оно будет, сценарий опубликован, и это дает уже более широкий выбор. Значит, если есть возможность опубликоваться, значит, можно дальше писать и уже выбирать, и публиковать, и дальше показывать. И это действительно может быть интересно. Мы столкнулись с тем, что книжками очень сильно интересуются, их уже просто не существует как таковых, и они стали такой библиотекарской редкостью. И мы получили большое количество отзывов, откликов и благодарственных писем от фестивалей. Я даже так скажу, я очень долго предлагал одному очень серьезному кинофестивалю Саратовской области, по-моему. Там очень долго пытались сообразить, что я от них хочу, но я им послал фотографию нашей книжки, и они сказали, давайте, и они почитали, познакомились, и даже просто сами искренне поблагодарили от Министерства культуры. То есть, подростково-юношеский фестиваль, книга, ребята читали, они уже конкретно увидели вариации на возможности своей творческой деятельности, и, соответственно, у них есть ориентир. То есть, ориентир, дающий возможность, во-первых, заниматься литературой, развивать русский язык, более быть грамотными, и использовать для того, чтобы в занятии кинопроизводством, чтобы не было ляпов, чтобы не было малословия и неумения говорить то, что можно сначала написать, а потом произнести. То есть, большое разнообразие языковых возможностей. А это развивает личность. То есть, сама книга, вот у нас есть варианты, вот передо мной две книжки, так скажем, 12-й, 10-й том, который у нас стал, он был в таком варианте, с 2015 года, с издательством Дикси Пресс, с издателем, мы встретились по одному поводу, это был конкурс, в котором я принимал участие, как писатель, как поэт, и я ему предложил, поскольку у него конкурс идет давно в этом издательстве, самый разный творческий, очень большой творческий конкурс, где он использовал и киндер-матургию. То есть, у него были в конкурсе сценарии для фильмов, для сериалов, пьес и так далее. И они просто там публиковались или не публиковались. Я ему предложил отдельную выделить в серию. Серия называется «Прорыв». И с 2015 года мы до сегодняшнего дня выпустили 10 книжек вот в таком виде. Обязательно 5 авторов или в пределах 5 авторов. Или это большие произведения, это сериалы. Или несколько серий, которые могут быть опубликованы. Авторы участвуют полностью в редактуре своих произведений для того, чтобы они были опубликованы. И, соответственно, выходит книжка, у каждого есть определенное количество экземпляров. И он поступает так, как с ними, как ему хотелось бы. Но одновременно мы приняли решение в качестве проекта литературной кинотраматургии, что мы их будем не просто так продавать или как-то дарить. Это такой нормальный фактор. Мы будем их представлять на событиях, связанных с кинематографом. И, соответственно, и издатель, и я, и не только я, но и некоторые писатели, которые принимали участие, развозили книжки на фестивале, который проводится на территории Российской Федерации. Как я уже сказал, в Саратове, в Петербурге, в Архангельске. Книги уехали и в Крым на фестивале. И они были в Екатеринбурге. То есть книга, разные издания, книжки, изданные у нас, 10 томов разошлись по кинофестивалям, кинопродюсерским центрам. Я был на форуме «Культура» уже, наверное, 4 года назад. К сожалению, два последних отменили. И мне удалось включить книгу... Понимаете, это вот факт. Книга – это хороший подарок. Соответственно, министр культуры получает книжку в подарок. Президент Союза книгоиздателей получает книжку в подарок. И не просто книжку, а кинодраматургии. То есть киносценарии. То есть отличную от того, что массово производится у нас в стране. И, к счастью, книжки читают. И читают не в электронном виде. Там пальцем в гаджет, говоря... Уж я не знаю, как это правильно назвать. Но ещё и вот в виде обыкновенной бумажной продукции, которая очень вкусно пахнет. И вот у нас новая пошла десятка. Это вот одиннадцатый том. Теперь он будет вот такой вот. Здесь тоже интересная автория. Патриотическая тема. Мистическая, историческая тема. Мы берём темы, существующие в реальности. Которые должны... Не то чтобы должны. Они просто интересны сами по себе. Почитав сценарий, можно понять, что да. Во-первых, это интересно. Во-первых, это оригинально. В-третьих, вообще, поэтому тоже можно снимать кино. Почему этого ещё не делается. Книжка даёт нам возможность выходить на уровень питчингов и предметного разговора с каналами, которые занимаются производствами продукции. Кинотелевизионной продукции. Почему? Потому что она уже есть. Вот, пожалуйста, пять экземпляров, которые можно использовать. Выбирайте его. И дальше уже согласно принятым законам. Друзья, у нас очень большой и богатый событиями мир. События бывают разные. Грустные, весёлые, радостные, печальные. Мы живём с вами в общении людей самых разных. Мы говорим на разных языках в огромном нашем мире. Но при этом существует очень конкретно эта книга, которая может быть проводником, которая может помочь. почитав которую, можно принять какое-то решение. Можно просто переключиться от каких-то не очень приятных событий, погрузиться в мир, который интересен, и из этого мира, из этой книги выйти каким-то немножко обогащённым, более богатым душевным человеком. Удачи вам и всего самого наилучшего.